МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Садово-огородный сезон 2016 близится к своему логическому завершению. Но расслабляться нам еще рано. Предстоит убирать урожай ряда культур, а также начать активную подготовку участков к следующему сезону. Ну а пока давайте посмотрим вместе, что желательно сделать в ближайшие выходные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде всего зайдем в наш сад. Должен заметить, листопада еще нет у деревьев и кустарников, поэтому сбора листьев в ближайшие дни не предвидится. Данную операцию проводить, естественно, мы не будем. Логозарядковый полив также проводить еще рано, поскольку есть возможность провести в первой декаде октября. Но я хотел бы, чтобы вы провели ревизию своих плодово-ягодных культур. То есть мы с вами можем менять деревья и кустарники на участке по ряду причин. Ну, например, дерево постарело, погибло зимой, но сказалось это, например, в июле, в августе, его нужно удалить. Ежегодно не плодоносят у вас вишни войлочные или сливы из-за холодной погоды при цветении. Но есть еще одна причина. Причина, когда дерево или кустарник дает тень на какие-то гряды или на теплицу. Вот в данном случае теплица невысокая, перчина, и два куста смородины, черный и красный. По мере роста, а растут они вверх, потому что им не хватает вечером солнца из-за теплицы, и они стали закрывать у меня тепличные растения на восходе солнца, то есть с восточной стороны. Я почувствовал, что урожай томата начал снижаться. Но поскольку смородины у меня в достаточном участке, а теплица все-таки одна, поэтому я принял решение удалить полностью вот эти два куста смородины. Так что, уважаемые садоводы, проведите ревизию своих плодово-ягодных культур и, возможно, удалите отдельные деревья и кустарники. Ну, а что касается саженцев, то приобрести их можно и осенью, но высаживать лучше все-таки, на мой взгляд, весной. После сада нужно обязательно зайти в теплицу. Благодаря теплой погоде в сентябре здесь продолжается еще формирование урожая, хотя этот процесс, конечно, уже завершается у наших тепличных овощных культур, ну и созревание урожая на корню. Вот еще раз убеждаюсь, что в сентябре краснеют помидоры у тепличных сортов и гибридов непосредственно здесь, в защищенном грунте. То есть не обязательно их дозарить, потому что вкус у них будет лучше. Вот так выглядит, например, на кусту гибрид «Государь». Мы периодически снимаем плоды, которые, конечно, имеют особый вкус, если бы мы их дозаривали где-то в комнатных условиях. Или другой, более сладкий сорт, малиновый звон, тоже гибрид «Ф1». Так что сбор урожая будет продолжаться до тех пор, пока позволяет погода. Но никакого ухода не нужно, просто мы поливаем томат периодически 2-3 дня и закрываем на ночь. Если у вас стеблица не очень плотная, можно сверху еще что-то накидывать. Но целый день канашина должна быть открыта. Что касается перца, то здесь тоже в связи с этими условиями идет налив перца прямо на корню. Советую не передерживать плоды на растениях. Лучше дать возможность остальным плодам наливать и созревать. Ну и хотел бы обратить ваше внимание на новый сорт перца, который называется питон. Это перец сладкий, но у него очень необычные корнеплоды. Отсюда название питон удлиненной формы, очень красиво смотрится. Урожай вполне меня устраивает. Конечно, фаршировать такой перец не пойдет, потому что плоды некрупные. Но где-то в кулиновении они будут смотреться очень красиво, эффектно. И главное, что мы с вами месяц назад в теплицу занесли сюда маточное растение лук-эксибишн. Обратите внимание, сам цветонос, на котором находятся соцветия с семенами, уже желтеет. И вот как только он пожелтел, берем секатор и срезаем. Здесь видно хорошо черные семена, так называемая чернушка. Срезаем вместе с частью цветоноса, сантиметров 20, и складываем в какую-то простую емкость. Даже если немножко потрясти, то уже часть семян выпадает. Но нужно несколько дней еще на солнце, да можно в комнатных условиях, эти цветоносы подержать. Вот здесь я срезаю. Вот этот цветонос еще зеленый, поэтому срезку я делать не буду, оставлю на растение. Ну и в наибольшей степени поспел вот этот цветонос. Видите, желтые и черные семена. Еще раз напоминаю, что собственные семена лук-эксибишн, они не теряют схожесть в течение двух лет. Поэтому, значит, их иметь, это было бы неплохо. И, наконец, многие думают, что делать с поздними сорняками. Как правило, так, звездчатка средняя, или, как в народе говорят, мокрец. Вот в данном случае она зеленая. Читал, что можно использовать для салатов, но мы не привыкли ее кушать. Семян она не образует. Ну, просто собрать, можно использовать в компостную яму, кучу, зарыть в гряду. Или же, ну, даже закинуть в каркас парника. Парник, продолжаем подготовку, начальную стадию подготовки его к следующему сезону. Ну, дуги, которые у меня здесь были, я легко удалил, оставил только крайние. И начал выкидывать содержимое парника, то есть перегной. Ну, в этом году, значит, у нас был стопроцентный навоз. Лето было жаркое, и перегной, я считаю, качественный. Ну, отдельные неперегнившие остатки навоза, весной, когда я буду просеивать через кроватную сетку, они снова вернутся у меня в каркас парника. Ну, кучу нужно выкладывать на ту гряду, где вы будете выращивать поздние овощи. Ну, в данном случае, вот эта гряда у меня будет заняться под томат. Для чего это нужно? Чтобы успеть подготовить гряду где-то, ну, к первому июня. Обратите внимание, сколько сорняков зашло на перегной. Это говорит еще раз о том, что с перегной мы заносим большое количество семян сорных растений. Они попадают из растений в животное, значит, при поедании, затем через навоз, и мы сами их распространяем затем по участку. Поэтому перегной бывает разный. Сильно засоренный сорняками и не сильно. Все зависит от того, какую траву скот поедал, с семенами или нет. Ну, что мы делаем с освободившим местом? Я планирую половину выкинуть, половину оставить, и в следующем году там продолжить сеять огурец. Ну, тем самым я экономлю на покупке навоза. А здесь у меня уже заложены растительные остатки. Ну, листового опада еще нет, я его позже заложу. И сейчас мы добавляем сюда еще и кухонные отходы, очистки, например, от картофеля. Ну, любые другие, лишь бы они не содержали вредных веществ и, допустим, соли. Эту часть парника я хочу выложить внизу, обязательно вот такую подстилку из отходов. Ну, а в следующем сезоне сделаю его полным уже за счет добавления навоза крупнорогатого скота. Ну, вот так, уважаемый телезритель, выглядит так называемая высокая гряда. В отличие от парника, здесь навоза не было. Я вниз заложил растения, цельные томата. Даже их не измельчал, хотя можно было и измельчить, но в порядке эксперимента. А вверх добавил сантиметров 25, значит, хорошая смесь эпочная и выращивал арбузы. Ну, к слову, выражай арбузы в этом году в республике не очень хороший, и у нас тоже на участке такой был средний. Ну, что делать? Два варианта. Ну, считаю, что за один год не перегнил, поэтому я, наверное, пойду по второму варианту. То есть, оставляю полностью эту гряду, добавлю земли, и в следующем году, наверное, снова буду выращивать арбузы. Ну, а первый вариант – это просто вы выкидываете, убираете эти дуги и выкидываете, значит, на участке используете содержимое. Это фактически там, наверное, полуперегной. Можно под картофель использовать, можно под капусту. Но все-таки, на мой взгляд, без навоза в условиях Забайкали лучше вот эти растительные остатки высокой гряди держать два года. Рассадник. Считаю, эксперимент с размещением здесь ампельной клубники удачный. Так бы он у нас пустовал. Куда ставить эти ведра с клубникой? Тоже был бы вопрос с теплицей, еще занято. Поэтому вот я разместил здесь. Ну, сегодня на 20 сентября мы еще собираем урожай. Причем вот солнечная погода способствует тому, что ягоды образуются очень ароматные. Ну, настоящая клубника. Сколько я буду здесь все держать? Ну, я думаю, что две недели. Все опять будет зависеть от погоды. Когда придет время, я обрежу и спущу в подвал для хранения. Ну, а уход за клубниковые ведра здесь очень простой. Просто раз в два дня вечером поливаешь подогретой на солнце из бочки водой. Повторяю, эксперимент мне понравился. Но обязательно нужно закрывать на ночь рассадник поликарбонатными или другими рамами. Морковь и свекла. Ну, эти два столовых корнеплода мы еще держим на грядке. Ну, сказать, что налив идет, я затрудняюсь, но, наверное, он идет. Но самое главное, что в такую погоду корнеплоды прекрасно сохраняются на растении, вместе с растением в земле. Поэтому выкапывать урожай из столовой свеклы, из столовой моркови, я считаю, что рано еще. Можно подержать еще неделю, по крайней мере. Самое главное, чтобы ботва моркови и свеклы не погибла от сильного заморозка. Тогда корнеплоды будут гнить. Ну, и уборку нужно производить из сухой почвы. Ну, дождей вроде бы не ожидается. В это время Забайкалья их практически не бывает. Поэтому лучше подержать на грядке вместе с растениями корнеплоды. Повторяю, и свеклу, и морковь. Ну, а вот так выглядят три новых сорта. Два из них очень необычные. Один сорт называется рябиновый. Ну, корнеплоды имеют рябиновую окраску. Вот. Ну, в общем-то, выглядит неплохо. Но я на вкус попробовал, что-то мне не очень. Понравилось мне такое ощущение, что этот сорт выведен для кулинарных каких-то целей. Потому что рябиновая эта окраска, она дает особый такой, значит, цвет, придает, вернее, блюду. И, в принципе, мне кажется, для этого и данный сорт выведен. Повторяю, рябиновая. А так корнеплоды стандартные. Еще один сорт с нестандартной окраской. Называется пурпурная. Действительно, пурпурная окраска корнеплода. Но по вкусу, опять же, не сравнится с обычной морковью. Поэтому, наверное, опять же, для технических целей. Ну, то есть, для кулинарии. Может быть, для переработки. Сорт пурпурный. Но выращивать немножко много. У меня буквально здесь по три редка каждого. И, наконец, обычная морковь. Новый сорт. Называется император. Ну, это стандартная окраска. Оранжевая очень такая. Корнеплоды конической формы. В принципе, ну, мне нравится пока на вкус. Конечно, уступает ряду сортов. Но прекрасная лёжкость. Значит, называется император. Еще раз, уважаемые огородники, напоминаю. Не торопитесь убирать и морковь, и свеклу на своем участке. Капуста. Аналогично столовым корнеплодам. Мы еще держим ее на грядках, не убираем. Это капуста для квашения. Есть еще у нас на участке обычная капуста для длительного хранения. И есть краснокочанная капуста. Но, тем не менее, нужно провести ревизию кочанов и посмотреть, все ли они здоровые. Но болезни у капусты тоже бывают поздние. И вот я нашел такое одно растение с поражением. И держать на гряде его ни в коем случае уже нельзя. Что делать? Очистить и использовать в пищу. На квашение он уже тоже не пригодится. Еще один удачный эксперимент в этом году на нашем участке. Это зеленая салатная грядка. Здесь я раньше выращивал лук-шалот. Убрал примерно 20 июля. И где-то 23-25 июля посеял ряд зеленых культур. Ну, это, конечно, листовой салат двух сортов. Замечательный укроп. Посмотрите, как он отлично выглядит. Здесь кинза и базилик. Базилик отстает. То есть для посева в этой грядке вместе с сокровосными культурами он не подходит. Видимо, его нужно сеять на солнечную сторону. Ну, вообще, приятно покушать зелень в конце сентября, когда на основных грядках у нас ее уже нет. Дальше я планирую поставить дуги из-под высокой гряды и закрыть нетканым крыльным материалом. И надеюсь, что мы будем еще кушать эту зелень в октябре. Ну, а сейчас, уважаемые зрители, покажу, как выглядит лук-эксибишен после сушки. Сушить приходилось на крыше, но я считаю, что еще до конца они не высохли. Хотя, вот, характерный шелест говорит о том, что, ну, процесс сушки завершается. Четыре самые гигантские луковицы, выращенные, значит, на участке через стаканчики, то есть методом пикировки. Ну, рекордная луковица имеет массу 838 граммов. Остальные около 800, 780, 770, 815. Ну, рекорда не получилось. Планировал побить личный рекорд 1 килограмм 7 граммов. Ну, даже в спорте рекорды рождаются нечасто, поэтому, ну, есть стимул установить свой личный рекорд в следующем сезоне. Хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Вот, когда вы высушили луковицы эксибишен, на некоторых из них можно увидеть такой зеленый росток. Это говорит о том, что данная луковица не вызвала окончательно. И как бы вы ее не сушили, вот она даже здесь еще мягкая такая, немножко влажноватая, все равно она хранится не будет. Поэтому вот эту луковицу с зеленым таким росточком мы сейчас используем в пищу в первую очередь. Может быть, для приготовления кабачковой икры, овощной икры, то есть каких-то полуфабрикатов. А вот эта луковица, она нормальная, поэтому ее я обязательно заложу на хранение. И еще раз напоминаю, семена луковицы эксибишен у нас собственного производства. Ну, а сейчас, уважаемые телезрители, хотел бы показать, как лучше всего измельчать растительные остатки. Конечно, можно взять топорик, это дешевый бюджетный вариант, и через 10 сантиметров стебли вырубите, например, того же томата. А можно приобрести вот такой садовый измельчитель, но не обязательно такой, есть меньше мощности. И измельчить растительные остатки вот до очень мелкой фракции. Вот, например, стебель тигровой лилии, очень мощный. Преимущество садового измельчителя, что измельчает вот очень до мелкой фракции. И, естественно, за год вот эта фракция, она попадает в парник, там смешиваясь с почвы, и можно добавлять бактерии, не знаю, что-то удобрение, она перегнивает. Можно измельчать незрелые плоды помидоров и так далее. Ну и самое интересное, что даже побеги диаметром до полутора сантиметров, это, может быть, побеги малины, тоже измельчаются здесь очень хорошо. Ну, а сейчас, уважаемые телезрители, отвечу на ваши очередные вопросы. Так, Марина Попова спрашивает, много проволочника на картопеле, как от него избавиться? Ну, прежде всего, хочу сказать, что проволочник – это личинка жука-щелкуна. Прекрасно она зимует на корнях, корневищах пария, поэтому надо избавляться от пария, который у нас много, к сожалению, произрастает на дорожках, в саду иногда, возле заборов. Ну, есть химические способы, это применение препарата, но они отпугивают. Есть способы применения приманок из свежего картофеля. По-моему, это самый экологичный такой способ. Можно посеять на части картофельной плантации седират, например, горчицу, заделать в почве, и тем самым происходит очищение от проволочника, и, кстати, одновременно и от других вредителей, и от возбудителей болезней. Ну, и горчица может служить седиральным удобрением. Поэтому способов достаточно много, но почитайте, пожалуйста, подробнее в интернете. Городской житель, так назвал себя, мне нравятся ваши репортажи из районов Бурятии, побольше бы таких передач. Ну, я действительно много лет практикую, значит, показ опыта наших сельчан. Снимал программы в четырех районах, это Робогатайский, Заиграевский, Иволгинский, и вот в этом году впервые в Бичуцком районе. Там своя специфика. Во-первых, огромные для наших дачников участки по площади, значит, какие-то приемы, которые применяются, может быть, и сотню лет. Все это очень интересно. И в дальнейшем также планируется программа сохраниться в последующие сезоны, периодически выезжать в районы, не только в эти, и показывать аналогичный опыт. Ну, у меня есть и мечта побывать в Забайкальском крае и снять там несколько программ. Может быть, когда-то эта мечта и осуществится. И завершающий вопрос, он телефонный. Что делать с ботвой картофеля после его уборки? Самый худший с агрономической точки зрения вариант, это когда вы высушиваете ботву и, допустим, весной сжигаете. Да, это будет растительная зола, но по сравнению с печной древесной золой, она не такая концентрированная. С агрономической точки зрения лучше эту золу превратить в удобрение. То есть использовать в компостную яму, в компостную кучу, можно высокую гряду. Значит, напомню при этом, что используются не только здоровые ботва, но и даже ботва, пораженная фитофторозом. В условиях Забайкали фитофтороз не зимует. И таким образом у вас перезаражение не происходит. Но самое, конечно, отвратительное, это когда приезжаешь сейчас по улицам и видишь, как здоровая совершенно ботва картофеля лежит на дорогах. Многие наши картофелеводы, к сожалению, ее выбрасывают в леса. Значит, это ухудшает нашу экологическую обстановку. Ну и самое главное, поймите раз и навсегда, что вот эта зеленая ботва и даже пораженная фитофторозом – это будущее удобрение. Зачем удобрение выбрасывать в своего участка? Итак, уважаемые телезрители, я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. И в завершение хочу сказать, уважаемые телезрители, в эту субботу, воскресенье, мы завершаем уборку второго хлеба – картофеля. Всего вам хорошего. До встречи на следующей неделе. Когда нет времени, и ты уже не знаешь, где искать дальше. Искать не надо. Качественные продукты и товары для дома. Всегда под рукой. Всегда в Титане. Искать не надо. Субтитры создавал DimaTorzok